Здравствуйте, уважаемые зрители канала Древенская Жизнь, Наход и Дневник Казачки. Меня зовут Татьяна. Я вчера была в магазине и начала уже покупать продукты к Пасхе. Я собираюсь испечь пасхальные куличи, я их пеку каждый год. Мне неинтересно покупать. Вот то, что выпускается с хлебозаводов, хотя у нас в деревне, можно записаться как бы на куличи и на твою долю там привезут. Хочешь большие, хочешь маленькие. Но они на хлебозаводе какие-то, ну не знаю, мне не нравятся, бездушные что ли. Когда, знаете, вот хочется, ну кого-то с Пасхой поздравить, типа отрезаться. Да, что-нибудь такой маленький куличик хлебозаводовский. Ну не знаю, я очень редко их покупаю. По-моему, тут один раз всего было, когда я покупала хлебозаводовские вот эти вот куличики. Не хочу. Я буду печь сама, я их пеку каждый год. Вот у нас даже есть формочки для этого. Эти формочки, им 350, наверное, лет уже. Они были сделаны, ну много лет назад, на не меньше 10 лет, из всяких стаканчиков. То есть не из стаканчиков, а из таких вот железных баночек. И вот этими формочками у нас несколько человек им пользуются. Один испек, позвонил, ты испек, кулич испек. Формочки там передаются другому человеку. Ну в этом году я вам покажу, как делать вот эти формочки. И я собираюсь дополнительно себе еще сделать, чтобы вот это вот не бегать, не ходить, не искать. Раньше пользовались все моими формочками. Потом я сейчас сама же пользуюсь уже не своими, а не знаю, куда делись, а он тоже так кому-то отдали и забыли. Я беру там у другого человека эти формочки для куличей. Ну вы знаете, они баночки должны быть такие кругленькие, высокие. Главное, чтобы они вроде как не широкие, но кулич должен быть высокий. Из-под кофе, из-под паштетов всяких. Я сыну дала задание, чтобы он приготовил мне вот такие вот железные баночки, я потом покажу. А в прошлом году и в позапрошлом я пекла вот в таких бумажных формах. Вот, кстати, две формы еще с прошлого года у меня остались. Я купила новые в этом году, они стоят 67 рублей, вот такие вот, три штуки, вот большие формы, видите. Знаете, чем удобно? То, что в этой форме, ну так вот, можно преподнести кому-то кулич. И мыть не надо, в общем, они одноразовые, 60 рублей можно отдать. Была я еще вчера в магазине и купила для, набор для крашения яиц. Вернее, как, яйца я перестала красить химическими красителями уже давно. Ну, из-за вредности, из-за всего. А я покупаю вот такие вот, видите, вот такие ленточки, куда кладется готовое вареное яйцо. Они термоусадочные, опускаются в горячую воду. И они, в общем, яйцо получается в такой вот красивой оболочке. Я вам сейчас поближе покажу. Вот, смотрите, они есть детские, ну, всякие, на любой вкус. Стоит тоже недорого. Купила я вот такую посыпку для куличей. Вот, она тоже всякая разная, и сердечками, и палочками какими-то есть. Но в данном случае тут кружочки. Другой не было, я вообще всяк хотела по сердечке, там всякие, ну вот. И сегодня я собираюсь делать кулич. Между прочим, начала смотреть рецепт кулича. Я пекла в прошлом году и в позапрошлом. В позапрошлом я пекла вообще на глаз куличи. А в прошлом году я пекла куличи из какого-то журнала, журнала, и потом потеряла мне понравились. Вот у меня тоже книга, ну, в смысле, журнал. Ему уже несколько лет, думаю, ну-ка, посмотрю я здесь рецепт куличей. И знаете, что самое интересное, стали с дочкой смотреть. Тоже доверять вот этому, с такой осторожностью прям сравнивать. Вот здесь рецепт, сахар забыли написать. Она мне читает состав, я говорю, а сахар? Она говорит, здесь не указаны. Я говорю, ну как не указаны? Говорит, значит, так и надо. Я говорю, ну нет, так не может быть, кулич должен быть сладкий. Читаю, говорю, приготовление, указывается там сахар? Да, сахар указывается, но здесь в рецепте опечатка. В общем, я, знаете, с какого момента стала вот так критически относиться к печатным рецептам? С тех пор, как у меня дочь испекла печенье, оно было соленое до невозможности. Там в рецепте была опечатка. Там вместо 1,2 ложек соли забыли поставить запятую, и указано 12 ложек соли. Ну, а она что? Она как бы кулинарщу неопытная. Она сколько написано, столько и положила. Представьте, какое получилось соленое печенье. Там вообще в рот невозьмуешь. Хуже крекеров 350 раз. И поэтому рецепт, конечно, на вот эти вещи должны быть проверенные. Ну, я найду такой проверенный рецепт. Сделаю пару куличей на камеру. Так что скоро выйдут видео с нашими куличиками. А вот теперь пока посмотрите, как я дубляйте свои украшать. Вот на этом украшении, видите, здесь такая пасхальная тема. Здесь святые всякие. Кстати, яйца вот на такие штуки должны быть белые. Потому что темные яйца, ну, некрасиво. Так, все-таки вот эта оболочка, она полупрозрачная. Вот здесь вот кжель я такую покупаю каждый год. Мне нравится. Вот смотрите, есть детские вот такие ангелы, этикеточки. Даже на подставках. Стоит, по-моему, 19 рублей. Вот видите, это я для детей взяла, чтобы они сами делали. Тоже детские. Ну, то есть сейчас и всяких вот химических красителей. Там таких хочешь. В луковой шелухе вот хорошо красишь. Кто не любит вот эту всякую химию? Просто берешь много луковой шелухи, кладешь в кастрюлю, проваливаешь ее при кипении минут 15, а потом бросаешь туда яйца. Яйца становятся коричневые. После того, как они там проварились и прокрасились, их оттуда достаешь, остужаешь. Потом натираешь чуть-чуть растительным маслом до блеска. Ну и так, чтобы с них текло чуть-чуть. И тоже яйца очень красивые. Все так красили раньше. Вот смотрите, вот такие формочки. Вот я купила не только это. Я купила еще муку, ванильный сахар, изюм. Что еще? Цукаты не купила. Вот посып, как я сказала, в общем будем делать куличи. Вот так я готовлюсь к Пасхе. А расскажите, какие куличи будете делать и вы. Потому что интересно, конечно, проверенные рецепты другого человека всегда интересно почитать. Чтобы не искать в журнале, оставляйте в комментариях проверенные рецепты куличей. По какому-то рецепту мы возьмем и испечем кулич на Пасху.